Глава 3. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Тоннели. Пункт 3.1. Все элементы пути метрополитена. Бетонное основание или земельное полотно, верхнее строение и искусственные сооружения по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с наибольшими скоростями, установленными для данного участка. План и профили пути. Тоннельная обделка. Пункт 3.2. Путь метрополитена в отношении радиусов кривых, сопряжения прямых и кривых, крутизны уклонов должен соответствовать утвержденному плану и профилю линии. Пункт 3.3. Станции тоннельных и закрытых наземных участков строящихся линий должны располагаться на односкатном продольном уклоне 0,003. Для трудных условий допускается уклон до 0,005. В обоснованных случаях допускается расположение станции на горизонтальной площадке при условии обеспечения отвода воды. Пути для оборота и отстоя подвижного состава должны располагаться на уклоне 0,003 с подъемом в сторону пассажирской платформы. Пути для оборота и отстоя подвижного состава на отдельных станциях, построенных до 1980 года, могут эксплуатироваться с подъемом в сторону тупиковых упоров. Парковые пути должны располагаться на горизонтальной площадке или на уклоне не более 0,0015. Пункт 3.4. План, профиль пути и тоннельная обделка должны подвергаться периодической инструментальной проверке. Участки, на которых производится реконструкция или другие работы, вызывающие изменения плана или профиля, проверяют по окончании работ. Состояние пути и тоннелей должно проверяться вагоном-путиизмерителем или пульсоизмерительной тележкой не реже одного раза в месяц, габаритным вагоном или габаритной рамой для проверки габаритов приближения оборудования не реже одного раза в год. Состояние тоннельных обделок должно проверяться сплошным нивелированием при эксплуатации тоннелей сроком. До 5 лет, не реже одного раза в год. От 5 до 10 лет, не реже одного раза в 3 года. Более 10 лет, не реже одного раза в 5 лет. Дистанции пути должны иметь схематические планы станций, продельные профили и планы главных и станционных путей. В эти документы должны своевременно вноситься все изменения. Порядок проверки плана и профиля путей и тоннельных обделок, а также составление схематических планов станций и продольных профилей путей устанавливает управление метрополитена. Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. Пункт 3.5 Ширина земляного полотна поверху должна соответствовать проектной документации. Для вновь строящихся наземных участков линии метрополитена, ширина земляного полотна поверху должна соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными документами. Пункт 3.6 В тоннелях на всем протяжении должен быть обеспечен надежный водоотвод от элементов верхнего строения пути, тоннельных конструкций, устройств и оборудования. Земляное полотно на наземных участках, а также на парковых путях, должны иметь водоотводные, противодеформационные и укрепительные устройства, обеспечивающие содержание земляного полотна в устойчивом состоянии. Пункт 3.7 Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути должен быть 1520 мм. На всех кривых участках пути ширина колеи должна быть при радиусе. На существующих линиях на прямых и кривых участках пути допускается ширина колеи по установленным ранее нормативам. Норма содержания таких участков пути устанавливает начальник метрополитена. Величины отклонения от нормальных размеров ширины колеи, не требующих устранений, на прямых и кривых участках пути устанавливаются начальником метрополитена. При этом они не должны превышать по сужению минус 4 мм, по уширению плюс 8 мм, а на парковых путях по сужению минус 4 мм, по уширению плюс 10 мм. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. Если рельсы имеют боковой износ, то величины допускаемых отклонений от указанных норм устанавливаются управлением метрополитена. Пункт 3.8 Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках пути на всем протяжении каждого из них содержание одной рельсовой нити не более чем на 6 мм выше другой. Возвышение наружной нити на кривых участках пути, в зависимости от радиуса кривой и скорости движения по ней, устанавливается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Возвышение наружной рельсовой нити не должно превышать 120 мм. В необходимых случаях на кривых участках главного пути максимальное возвышение наружной рельсовой нити может допускаться с разрешением управления метрополитена и более 120 мм. Отклонение в уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм на кривых участках пути допускается не более 4 мм. Пункт 3.9. Перечень сооружений, нуждающихся в особом контроле, сооружения, имеющие повреждения, дефекты или деформации, которые при своем дальнейшем развитии могут снизить степень безопасности движения поездов. Порядок надзора за ними, а также порядок надзора за деформирующимися и находящимися в сложных инженерно-геологических условиях участками зеленого полотна, утверждает начальник метрополитена. Пункт 3.10. Сооружения должны быть снабжены противопожарными средствами по установленным нормам. Пункт 3.11. Рельсы должны периодически проверяться дефектоскопным вагоном и или дефектоскопными тележками по графику, утвержденному начальником службы пути. Пункт 3.12. Рельсы в тоннелях. На наземных участках и на парковых путях электродепо не должны иметь соединения с металлическими конструкциями, оборудованием, трубопроводами и оболочками кабелей, путевым бетоном и балластом. Зазор между ними должен быть не менее 30 мм. Рельсы, уложенные на деповских путях, должны быть электрически изолированы от конструкций сооружений и заземленных устройств. На парковых путях электродепо разрешается выполнять заземление устройств на тяговую нитку однониточных рельсовых цепей. Пункт 3.13. В конструкциях пути, путевых стен, в подплатформенных пространствах, венткиосках и других сооружениях на строящихся линиях должны предусматриваться элементы шумопоглощения и виброзащиты. Пункт 3.14. В конструкции токопроводящих стыков ходовых рельсов устанавливаются управлением метрополитена в зависимости от величины. Пункт 3.15. Стрелочные переводы и глухие пересечения должны соответствовать утвержденным чертежам и типу рельсов, уложенных в путь. Пункт 3.16. Запрещается эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения, в которых допущена хотя бы одна из следующих неисправностей. Пункт 4.16. Разъединение стрелочных остряков. Отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более, измеряемое против первой связной тяги. Выкрашивание остряка от острия до первой связной тяги глубиной более 3 мм, при котором создается опасность набегания гребня и во всех случаях выкрашивание длиной. На главных и станционных путях, кроме парковых и прочих, 200 мм и более, на парковых и прочих станционных путях 400 мм и более. Понижение остряка против рамного рельса на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка поверху 50 мм и более. Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм. Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и головки усовика более 1435 мм. Излом остряка или рамного рельса. Излом крестовины сердечника, усовика или контррельса. Разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше. Нормы вертикального износа рамных рельсов, остряков, сердечников крестовин утверждает управление метрополитена. Пункт 3.17. Стрелочные переводы на наземных и парковых путях в зависимости от климатических и других условий должны быть оборудованы устройствами для механизированной очистки или снеготаяния. Стрелочные переводы в тоннелях, а также на наземных и парковых путях в темное время суток должны освещаться дополнительно установленными светильниками. Перед остряками, при противошерстном движении поездов, составов, на главных путях и путях для оборота и отстоя электроподвижного состава, должны быть уложены отбойные брусья. Пункт 3.18. Укладка и снятие стрелочных переводов, глухих пересечений перекрестных съездов и ввод их в эксплуатацию производится по приказу начальника метрополитена. Пункт 3.19. Стрелочные переводы, укладываемые на перегонных двухпутных линий, должны быть пошерстными для поездов, следующих в правильном направлении, и, преимущественно, иметь прямое направление по главному пути. В исключительных случаях, при трудных подходах примыкающих путей, с разрешением начальника метрополитена может допускаться укладка противошерстных стрелочных переводов. На конечной станции линии пути для оборота электроподвижного состава должны располагаться за пассажирской платформой. Пункт 3.20. Стрелки должны быть включены в электрическую централизацию. На неэлектрифицированных парковых и прочих станционных путях допускается укладка нецентрализованных стрелок, оборудованных стрелочными указателями. Стрелки на всех путях должны быть оборудованы приспособлениями для возможности запирания их навесными замками. Пересечение линий метрополитена и примыкание к ним. Пункт 3.21. Пересечение линий метрополитена между собой и линиями других видов транспорта должны осуществляться в разных уровнях. Пункт 3.22. Пересечение пути метрополитена линиями электропередачи и связи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и другими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями могут быть допущены с разрешения начальника метрополитена. На таких пересечениях в необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные предохранительные устройства, обеспечивающие безопасность и бесперебойность движения поездов и выполнения маневровой работы. Проекты таких устройств должны быть согласованы с управлением метрополитена. Пункт 3.23. Запрещается примыкание путей железных дорог главным и станционным путям метрополитена. С разрешения начальника метрополитена может быть допущено примыкание указанных путей к неэлектрифицированным парковым и прочим станционным путям. Пункт 3.24. Эксплуатируемые тоннели метрополитена должны быть отделены от примыкающих тоннелей вновь строящихся участков сплошными бетонными перемычками или металлоконструкциями с управлением ими со стороны эксплуатируемого тоннеля. Контактный рельс. Пункт 3.25. Контактный рельс должен обеспечивать бесперебойный токосъем при установленных скоростях движения в любых атмосферных условиях. Пункт 3.26. Возвышение рабочей поверхности контактного рельса над уровнем головокодовых рельсов должно быть 160 мм. Отклонение допускается не более 6 мм в сторону увеличения или уменьшения. Расстояние от оси контактного рельса до внутренней грани головки ближайшего ходового рельса должно быть 690 мм с отклонениями не более 8 мм в сторону увеличения или уменьшения. Пункт 3.27. Контактный рельс должен быть электрически изолирован от ходовых рельсов и конструкций тоннеля, иметь защитный короб из трудновоспламеняющегося материала. Пункт 3.28. Контактный рельс должен разделяться на отдельные изолированные секции, фидерные зоны, неперекрываемыми воздушными промежутками длиной не менее 14 м между концами металлических частей отводов. Такие воздушные промежутки, неперекрываемые токоприемниками одного вагона, должны располагаться в местах следования поездов с отключенными тяговыми двигателями, а по главным путям на подходах к станциям на расстоянии не более 50 м от начала пассажирской платформы. В местах расположения стрелочных переводов, перекрестных съездов и металлоконструкций должны быть перекрываемые воздушные промежутки контактного рельса длиной не более 10 м. На строящихся линиях контактный рельс главных путей должен иметь концевые отводы с уклоном 1,30 на принимающем и 1,25 на отдающем конце. На действующих линиях впредь до переустройства допускается применение отводов с уклоном 1,25. На строящихся линиях секционирование контактного рельса парковых путей должно предусматривать возможность снятия напряжения с контактного рельса 4-5 путей. Схемы питания и секционирования контактной сети должны быть утверждены начальником метрополитена. Сигнальные и путевые знаки Пункт 3.29 На главных путях перегонов в тоннеле сигнальные и путевые знаки устанавливаются с правой стороны по направлению движения поездов, следующих в правильном направлении. Места установки знаков на остальных путях, а также чертежи и технические условия на изготовление сигнальных и путевых знаков утверждаются управлением метрополитена. Пункт 3.30 У стрелочных переводов и в других местах соединения путей в тоннелях устанавливаются предельные рейки, а на наземных путях предельные столбики. Предельные столбики устанавливаются посередине между пути, а предельные рейки в между пути, в том месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет. В тоннелях, на наземных участках и на парковых путях, не предназначенных для обращения подвижного состава железных дорог Российской Федерации – 3400 мм. На путях, уложенных до 1963 года – 3300 мм. На парковых путях, предназначенных для обращения подвижного состава железных дорог Российской Федерации – 4100 мм. На кривых участках пути эти расстояния должны быть увеличены в соответствии с действующими нормативными документами по применению габаритов приближения строений и оборудования. Устройства путевого заграждения Пункт 3.31 Устройства путевого заграждения, сбрасывающие башмаки или стрелки, в заграждающем положении не должны допускать выхода подвижного состава с путей, на которых они установлены. Эти устройства, а также поворотные брусья и тупиковые упоры должны быть оборудованы указателями путевого заграждения. Чертежи и технические условия на изготовление поворотных брусьев и тупиковых упоров утверждают управление метрополитена. Путевые помещения и здания Пункт 3.32 Для работников, обслуживающих пути и сооружения, а также для хранения механизмов, оборудования, инвентаря и инструмента, должны предусматриваться помещения в специальных выработках станционных и перегонных тоннелей, а на наземных и парковых путях путевые здания. Эти помещения и здания должны располагаться равномерно по участкам обслуживания.